До шести лет Опра воспитывала бабушка. Они жили на ферме без водопровода и были так бедны, что иногда девочке приходилось носить платья, сшитые из мешков для картошки. Опра подросла и переехала жить в Нэшвилл к отцу. Там она много занималась и стала одной из лучших учениц школы. В семнадцать лет Опра победила в конкурсе красоты и выступила с речью перед огромной аудиторией. Ее манера говорить так понравилась представителям местной радиостанции, что они предложили Опре работу диктором. Спустя два года она попала на телевидение. Сначала вела новости, а потом ток-шоу. Одно из них — «Утренний Чикаго». Вскоре переименовали в шоу Опры Уинфри. После того, как она подняла его с последнего места в рейтингах до первого. Опра стала одним из самых известных людей в США и даже в мире. Ее шоу каждый день смотрели более десяти миллионов человек. Опра искренне интересовалась людьми. С ней было легко говорить и смеяться. Если на ее шоу кто-то расстраивался, Опра запросто могла сесть и поплакать рядом. Опру любят за то, что она помогает людям со всех уголков земного шара находить в себе лучшее. Подробнее о пути телеведущей читай в книге «Чему я могу научиться у Опры Уинфри». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова